открытый диалог с александром непомнящим очередная встреча с александром непомнящим здравствуйте александр добрый день здравствуйте сергей ну что ж давайте вот о чем новые разоблачения связи коалиционной партии рам с террористами хамаса да это история которая началась собственно еще пару недель назад и мы они уже даже успели поговорить наших передачах она и получила продолжение и вот собственно как бы теперь все это продолжает как снежный ком катиться и развиваться но начнем немножко с исторического экскурса недалекого правда совсем недавно в июле когда новый премьер-министр израиль настали беннет попросил о встрече с королем иордании абдаллой адала согласился но настоял на том чтобы это встреча держалась в секрете и когда офис беннета все-таки скрыл эту информацию потому что бы на то очень важно было показать что вот натаньял не встречался с королем иордании он встретился и неважно что натаньял не встречался потому что не хотел идти на уступки и не хотел потакать вредному королю который в общем давно уже ведет против израиля войну дипломатическую на всех фронтах а беннету нужно было зафиксировать так сказать свой успех и вот беннету очень важно было встретиться и слить потом эту информацию но самой ордане контролируемый режимом орданские сми в общем-то проигнорировали эту историю потому что король не хотел мол типа кто это вообще такие какие-то израильские премьеры что-то они там кто кто они вообще такие чтобы со мной встречаться и теперь же когда именно абдала инициировал свою встречу с мансуром аббасом вот на прошлой неделе и это конечно было стало очень большой главной историей в орданских средствах массовой информации обдала король абдала встретился с мансуром аббасом заместителем главы южного отделения исламского движения и председателем исламистского объединенного арабского списка фракции рам в кнесете вот иорданцы выпустили подробный пресс-релиз с официальной фотографии и как бы с фотография встречи новость о том что она длилась целых четыре часа и представители короля заявили что на встрече обсуждался конфликт между палестиной да вот этим несуществующим государством и израилем и статус иерусалима и храмовой горы и другие стратегические вопросы высшего уровня то есть вот одно дело когда встречались интер беннетом это можно было вообще умолчать другое дело встречаются сейчас махом мансуром аббасом главой партии рам членом правящей коалиции к паттичной ключевым членом правящей коалиции тут король обдала конечно сделал из этого целую историю почему же как король обдала за иорданский король захотел провести а затем разрекламировать эту встречу с лидером самой маленькой по сути дела фракции в парламенте израиля чтобы понять образ мышления короля нам нужно взглянуть на встречу в общем контексте всей ситуации частности стоит понять что же такое рам мы все время говорим последнее время рам это стала партия которая обсуждается сейчас очень активно партия исламистов партия братьев мусульман партия рам в израиле но пришло время немножко подробнее остановиться на том что же это все-таки такое и стоит посмотреть на эту встречу на фоне вот недавних разоблачений которые уже начали как раскручиваться мы них уже говорили в отношениях об отношениях храм и хамас и конечно увидеть это все в контексте утверждения утверждения кнесса там государственного бюджета на прошлом деле в отличие от ликуда или той же партии ямина и огненного рабского списка рам не является как бы отдельной независимой партии многие этого не понимают рам это по сути дела филиал исламского движения израиль которая свою очередь сама является филиалом движения братьев мусульман пойти и самское движение она как бы больше похоже на паутину они на дерево потому что его структура не линейна там много таких вот узлов и они связаны с между собой самым разным способом практически основная должность мансура аббаса главы партии рам и члена правящий в израиле теперь коалиции это заместитель председателя исламского движения израиль его председательство в рам является результатом его позиции в исламском движении а не тем что в этой партии искать демократическая структура или какое-то значение которое его привело к этому руководству а другими узлами этого же движения являются его некоммерческие организации и особенно выделяются две мы одну одну уже упоминали ассоциация и gata 48 и ассоциация акса практически все прошлые нынешние лидеры этих двух организаций тоже занимают руководящие посты и должности в исламском движении и партии рам как политическому приложению исламского движения вот две недели назад мы об этом уже рассказывали ведущая репортер 13 израильского телеканала айала хасон вышла в эфир с отчетом расследование деятельности рам которую провели две израильские неправительственные организации выбор жизни это организация которую основали родители чьи дети были убиты арабскими террористами и организации от к можно перевести когда коли эта организация специализирующаяся на разоблачении подрывных левых организаций израильских и операции по финансированию террора то есть конечно то чем занимается от к на самом деле должен был бы заниматься служба безопасности израиль но как он понимает всего политических коннотаций службы безопасности может это и знает но об этом не говорят этим не занимаются это никак не проходит и поэтому есть независимая общественная организация не правительственная как бы которую сейчас левые кстати активно ее пытаются вывести за рамки закона которая достигает и изыскивает разные способы ну как бы то что может позволить себе не военная и не официальная государственная структура то есть они могут порушать закон в рамках закона не вы это выясняет красную информацию не вытаскивает на общественное обозрение вот они подготовили такой отчет о связях артирам и хамаса и они понимали что если они просто две организации общественные правы если они выйдут с этим куда-то то в общем-то их на публикует несколько правых изданий в израиле больше об этом никто не заговорит и они нашли журналист по достаточно известную реальскую журналистку надо дать ей должное но могла просто не захотеть этим заниматься но она взялась это конечно горячий репортаж это что она вышла с ним это звучало совершенно по-другому то есть она стала презентером этой темы и вот в репортаже хасон основное айлы хасон этой журналистки основное внимание уделялось ассоциации gata 48 и и этой группой управляет ее генеральный директор газе иса и генеральный директор али катна и соблотировался на последних выборах кнесет под номером 15 списке от рам является председателем совета этой партии а катана не он баллотировался на двадцать девятое место списке кнестром на последних выборах ну то есть места непроходные казалось бы на самом деле это в общем-то только формальность потому что они гораздо более влиятельные люди чем можно подумать 15 место какой-то маленькой вот и gata 48 это более творить организация на работает в израиле в газе людей самаре их турции в судане в сирии и вливании и как показал отчет организации от камни выбора жизни за последние десятилетия и gata 48 собрала четверть миллиарда шекель это 72 почти 100 миллионов долларов согласно ее веб-сайту средства идут сиротам вдова заключенным их семьям а также бедным цель ну из веб-сайта группа совершенно понятно кто такие заключенные их семьи речь идет о террористах джихадистов то есть либо сами террористы которые сидят в израильских тюрьмах либо если их успели пристрелить то их родственники получают эти самые деньги в 2019 году и gata 48 это организация общественная благотворительная которая подкармливает террористов убивавших еврейских евреев и не только евреев открыла также офис в газе и вот иса и хатана не присутствовали на церемонии открытия вместе членом полюбюро хамас газе хамит и хамит газе хамит он является также заместителем директора министерства социального развития хамасов к это один из лидеров хамаса вот они там все встретились и на этом и последующих мероприятиях хамит поблагодарил организацию и gata 48 и исламское движение за их помощь за деньги которые не переводят до из израиля от арабских пожертв а в начале июня иса как высокопоставленный уже то есть вот он встречался с лидерами хамаса передавал им деньги а в начале июня этот иса как высоко поставленное должностное лицо в партии рам уже присоединился к аббасу на переговорах о создании коалиции с беннетом и лапидом и в результате этих переговоров как мы знаем рам присоединился правящей коалиции и иса запечатлен на официальной фотографии переговорной сессии где сидят аббас лапиды беннет они пожимают друг другу руки а на заднем они стоят эти помощники их и вот там за аббасом стоит этот самый иса который до этого встречался с лидерами хамаса и они ему были очень благодарны и вот там они окончательно согласовывают коалиционное соглашение на этом фотографии фактически сделка срам обеспечивал лапиду и беннету 61 местное большинство то есть они сумели создать коалицию только благодаря рам и по сути дела рам может выйти и тогда сразу эта коалица рухнет потому что большинство них уже не будет и таким образом получается что человек который получил высокую оценку лидеров хамаса за перевод миллионов шекелей в газу хамас чтобы подкормить заключенных их семьи до тех самых как бы семьи тех террористов которые попались в израиль или были убиты израильскими спецслужбами он одновременно стал и ключевой фигурой израильской политики в новой израильской политики которые нам организовали тут беннет лапидо все это в твою очередь подводит нас ко второй ассоциации которая тоже связана с рам эль акса я напомню что эль акса это как бы так мусульмане называют храмовую гору и на эту тему на самом деле существует отдельный разговор дело в том что эль акса это некая крайняя мечеть упоминаемая в коране и согласно в общем-то официальному толкованию кора корана со стороны исламских богословов это мечеть эль акса в которой она достаточно важная для ислама потому что там с этого места как бы корок мухаммед полетел на небо он там встречался с разными персонажами с богом тот ему объяснил что вот его религия самая правильная все остальные отменяются это это важное для исламской позиции исламской идеологии традиции и веры место но она судя по всему как бы его историческая составляющая она находится где-то метод между меткой и мединой из контекста корана совершенно понятно что вот это релакс это то место где в общем-то мухаммеда было объяснено что он последний пророк самый важный остальные религии предыдущие христианский иудаизм отменяются она где-то между меткой и медийной то есть там саудовская арабия акте все остальное прошло а то что она находится в иерусалиме как сегодня утверждают некоторые мусульмане и ради чего-то кстати не бьются с израилем загрузами это некая интерпретация которая в общем-то на протяжении истории несколько раз всплывала исключительно в контексте для чего мы должны воевать с ними с теми кто завоевал иерусалим первыми это все придумали в свое время в дамаске когда еще при в раннем средневековье дело в том что халифы дамаски они много грешили много нарушали исламской традиции нужно было ходить делать хадж это вот как бы не только учение индульгенции для того чтобы сделал хадж мертвую медину и соответственно получил освобождение за всех за весь год того что ты натворил всякого раз а там было восстание и в мекку медину ходить было невозможно потому что там восстали и восставшие не хотели пропускать дамасских халифов к себе армия в это время воевала в испании и нужно было срочно другое место куда можно было сходить и вот тогда так раскрутили идею иерусалим что иерусалим был близок их и стали ходить в иерусалим делать хадж потом когда армия из испании вернулась пошли вернулись мир по медину повесили повстанцев и сказали кто будет ходить в иерусалим тому так сказать подвесим за ноги потому что нет нельзя ходить в иерусалим это оскорбление ислама только отметку и медина потом появился через несколько несколько веков появился салах один ему нужно было выбить крестоносцев из иерусалима он снова вспомнил эти хадисы эти интерпретации что иерусалим очень важно для ислама место снова так сказать под этот под эту сурдинку разгромили крестоносцев и снова откатали назад и сказали не не иерусалим это не то место как бы неважное место от мягкой медина это давать на иерусалим как любой другой и третий раз это вытащили уже в начале 20 века когда нужно было с евреями бороться и это раскрутили на этот раз уже братья мусульман для братьев мусульман действительно в их позиции почему нужно воевать за иерусалим да потому что это третье после некий медины важное исламское место и классический сумминский и ислам вообще так не считает и вот недавно например саудовские богословы стали вообще говорить о собственно чё какие у нас претензии к иерусалиму с ним это для евреев а для нас ну одно из важных мест исторических да но как бы и лякса вообще не так так вот но у братьев мусульман и лякса это именно на храмовой горе и вот ассоциация лякса занимается исламизации храмовой горы в том числе внушая мусульманам убеждение о том что на этом месте вообще никогда не было еврейского храма понимаете то есть все вранью никогда не вот там была только и лакс алякса это вот такое святое место в коране никого еврейского храма там и вот али хан один из видных деятелей рама занимает должность генерального директора ассоциации 2009 2009 и 2007 годах еще до этого он по сути дела как бы является вот юридическим адресом этой ассоциации и согласно расследованию от кан и выбора жизни между 2007 и 2019 годом ассоциация получила 12 с половиной миллионов шекелей 4 миллиона долларов от фондов финансирующих хамас то есть хамас платил этой ассоциации ведь там все очень сложно в этом братьев мусульман много узлов они все между собой связаны нет какой-то четкой иерархии эти переводят деньги сюда эти переводят деньги сюда это помогает когда нужно кстати избежать закону ведь хамас и братья мусульмане не большинстве мест террористические организации а тут получается как бы а мы не террористы мы вообще там мы не боевое крово мы политическая крово мы вообще занимаемся благотворительностью так вот как бы все перепутали но тем не менее банковские счета вот этой организации лаксов израиле были арестованы 2015 году потому что соответствующие государственные органы при на пене я вам напомню до определили что он получал что это организация получала финансирование от групп связанных с хамасом в нарушении израильских законов разумеется финансирование террора но теперь как бы все не иначе теперь эти люди они в правительстве израиль этой неделе новостное издание израильской коль иуди сообщила что во время так называемой террористической кампании на живой антифады 2015 году ассоциация лакс опубликовала статью террориста хамаса хмада атона и от он призывал сторонников ассоциации приносить жертвы за иерусалим то что было украдено силой написал он тогда особо будет освобождено силы и в последующие месяцы было убито 50 евреев в израиле и храмовая гора была центром арабского насилия то есть понятно что вот эта самая ассоциация лакса не очень благотворительная скорее пропагандистский инструмент и сбор денег для и концентрализация как управление направление арабов против израиля и за хамас но фокус том что личных связей мансура аббаса вот нынешнего фактически ключевой фигуры в новом израильском правительстве с хамасом тоже не мало то есть не то что это его какие-то помощники пусть даже ближайшие правая и левая рука он и сам тоже с хамасом завязан как сообщает издание за нью-йоркер 2014 году аббас побывал в духе в катаре и там встречался с председателем политбюро хамаса халидом машином самым главным хамас ником а два года спустя он вернулся вдоху и встречался уже с военным руководством хамаса что такое военное руководство хамаса то глава террористов то есть хамас он тоже как и бы все братья мусульмане он такой запутанный вот у нас политики тут благотворительность и занимается вот этого террориста нужно не скроешь да у них руки по локоть крыль как мансура вас ними тоже встречался прекрасно еще вот и в последующем репортаже который был след потом уже снова на основании всех отчетов айлах ассун сообщила что несколько лет назад аббас встретился с израильским прокурором и фраимом домами и попросил чтобы тот представлял в израиле террористов хамаса взятых как бы захвачены спецслужбами сидящих тюрьме что он представлял их интересы а что это за террористы хамаса может быть они просто там цветочки собирали где нет это были террористы которые в поселении тамар пришли 2010 году они пошли в дом они убили отца и мать рута их их уда фогелей а потом убили трех маленьких детей прямо в кровати просто вот убивали в 2010 году вот эти люди хамасники они сидели в израильской тюрьме и мансур аббас просил израильского юриста чтобы он как бы их интересы представлял но и аббас лично ездил вместе со своими коллегами по партии рам промалу и там встречался с террористами хамаса тоже и все эти отчеты которые документально подтверждают многочисленные связи рам с хамасом были опубликованы сразу после того как кнесет принял государственный бюджет на прошлой неделе и соглашение о коалиции подписанной лапидом и беннетом с аббасом и вот этим самым из и который лучше друг хамаса переводящим кучи денег она предусматривает что выделение всех бюджетных средств израильским арабовским общинам а речь идет о 30 миллиардов шекелей она будет осуществляться фактически через контролируемый рам структуры понимаете то есть теперь государство израиль будет распределять деньги на арабский как бы сектор израильский огромные деньги но только через рам вот этот самый рам который переводит деньги хамас который поддерживает террорист вот как у нас теперь все это организовывать и это означает что фактически аббас его соратники как бы и друзья хамаса в рам теперь контролирует финансирование всего арабского меньшинства израиля понимаете как теперь у беннета с лапидом все устроено новый бюджет включает пятилетний план развития арабской общины на сумму как я уже сказал 13 30 миллиардов шек это 9 и 6 почти 10 миллиардов долларов и как сообщил на этой неделе амид барак это такой израильский активист известный который он сам еврей но он очень близок разным этническим группам арабского происхождения израильским который так как бы сианистки настроены произраильский он с ними постоянно там какие-то строить проекты общие находит активистов выводит их свет чтобы в израиле знали что есть в арабских общинах как бы вполне про израильский настроены нормальные люди так вот амид барак он говорит что обычно когда государства выделить большие деньги но еще выделяются какие-то деньги на арабской нужды этот план открытый то есть то хочет можете пойти посчитать что там эти деньги вот на строительство больницы в сравнении а эти деньги на странице детских садов эти деньги там на какой-то на продвижение детей чтобы они лучше учились школе чтобы больше образования бы на всякие разные государственные программы а на этот раз план не обнародовал план секрет то есть куда государство переведет эти самые 30 миллиардов, которые будут теперь распределять РАМ, лучший друг Хамаса, мы даже не знаем. То есть даже формально нет никаких документов, как эти деньги будут распределяться. То есть фактически Мансур Аббас будет сидеть и этому дала, а этому не дала. И Барак поясняет, что новая ситуация, она может иметь очень серьёзные негативные последствия для арабской интеграции в Израиль. Потому что вместо того, чтобы правительство стимулировало бы арабских граждан и общины меньшинств, например, таких как Друзов или Черкесов, чьи сыновья включены в закон об обязательной военной службе Израиля, принять свою израильскую идентичность и полностью интегрироваться в израильское общество, теперь этот программ будет стимулировать сепаратизм. Фактически, как вот сформулировал Барак, он сказал так, что сфердержава, который стал РАМ в арабском секторе, представляет опасность для тех арабов, которые полностью интегрировались или хотят интегрироваться в израильское общество, потому что теперь РАМ на это деньги будет давать. Не будет он давать деньги, но всё другое. И действительно, уже в среду глава Друзского местного совета Далият Аль-Кармель — это деревня возле Хайфа, достаточно дружественная, там постоянно все тусуются, ездят туда к этим друзам. Но друзы же служат в израильской армии, друзы же вроде как бы друзья. И вот глава местного совета Рафик Халаби, он выступил с заявлением совершенно фантастическим, которое должно было бы всё переработать. Но об этом не говорят, потому что у нас же сейчас лучшее правительство в мире. Это же при плохом Натаньялу нам рассказывали о всех недостатках и неприятностях. А при замечательном нынешнем правительстве всё замечательно, не может быть ничего другого, поэтому нам плохое ничего в новостях не рассказывают. Но тем не менее этот Рафик Халаби, он выступил и призвал друзов перестать служить в армии израильской и наоборот похвалил Раф и исламское движение. И вот его слова и цепируют. «Я поздравляю Мансура Аббаса, — сказал Халаби, — за усилия рабских представителей в коалиции, которые сильны, в отличие от слабых руководителей друзской общины. Они, друзы, думали, что кровный союз вместе с евреями и военная служба улучшат положение друзов в арабском обществе. Хватит этого кровного союза и прочей чекухи. То есть забудем всю нашу дружку с евреями, и вот теперь мы видим, кто тут силён, кто тут у власти, кто распределяет деньги. Вот с ними и будем грушить». В своё время Аббас получил очень высокую оценку средств массовой информации во время майской операции «Стражи стен», когда он лично посетил синагогу в лоде, сожжённую арабами. В мае были беспорядки, и тогда Аббас говорил, что он против всего этого, посетил лично синагогу, которую сожгли. Охал-ахал. Но теперь мы видим в перспективе, что, как и многое из того, что делает и говорит Аббас, этот визит был фальшивым. Это было лицемерие, это был фей. То, что очень принято в братьях-мусульманах, это враньё во благо твоих интересов. Такие. Ты можешь врать всё, что угодно, если ты не с мусульманами говоришь, а с неверными. Можешь им врать всё, что хочешь. Вот это очень важный принцип. И вот Аббас его направо и налево использует. То есть он не искренен с нами, когда он говорит, что он как бы не против нас. Но иногда он даже не пытается скрывать. Вот недавно Бицалель Смутрич его пытался как-то в Кнессете скрутить. А чтобы он осудил террор, он даже ни за что не осуждал террор. Так вот, на этой неделе израильское новостное агентство Israel Nation News, это вот в прошлом называлось «Седьмой канал», опубликовало интервью с недавно вышедшим в отставку офицером военной разведки, которого они назвали подполковник Альт. Ну, не говорят кто по имени. Так вот этот Алиф сообщил о том, что беспорядки израильских арабов во время последней вот этой кампании майской, Хамаса, были очень чётко скоординированы с Хамасом в Газе. И доказательством координации этих двух террористических фронтов из Газы и как бы изнутри Израиля был тот факт, что все эти беспорядки израильских арабов прекратились сразу же после того, как Хамас решил согласиться на прекращение огня. Это не характерно для народного восстания, заметил этот самый подполковник. То есть если бы это были какие-то проявления спонтанные арабские его гневы, то невозможно было бы так, что Хамас согласился на прекращение огня и тут же всё успокоилось. То есть Хамас чётко контролировал это насилие в Израиле, стремясь, укрепляя свои позиции и продвигая общие интересы против Израиля. И вот здесь я процитирую ещё журналисту Каролину Глик, которая ещё тогда в мае писала, что, возможно, действительно Мансур Аббас заинтересован реально в интеграции с евреями в Израиле. И, в общем, тогда казалось, что он может войти в коалицию Натаньялу тоже и поддержать её. И вот Каролина Глик пишет так. «Как и многие представители национального лагеря, я сама поначалу подвелась на обаяние Аббаса. Я восприняла готовность Аббаса присоединиться к правому коалиционному правительству во главе с тогдашним премьер-министром Натаньялу как внутреннее выражение духа арабского примирения с еврейским государством. Вот того самого духа, который лежит в основе соглашения Авраам. Эти цемена соглашений были посеяны 10 лет назад с приходом к власти партии братьев-мусульман в суннитских арабских государствах. Когда вот в тот момент в Саудовской Аравии и в Эмиратах, которые десятилетиями финансировали и поддерживали братьев-мусульман, внезапно увидели, что это джихадистское движение, оно угрожает их существованию. И можно было подумать, что как-то Рам действительно в духе Саудовских Аравий и Эмиратов действительно взял курс на интеграцию с Израилем. И в Израиле так называемая арабская весна, вот это вот приход братьев-мусульман в разных странах арабских, она тогда подвинула очень многих, тысячи израильских арабов, пересмотреть свою давнюю враждебность по отношению к Израилю. Почему? Потому что многие стали понимать, что их израильское гражданство — это самое ценное достояние, на самом деле, то единственное, что защищает их от террора и геноцидов, как, например, происходит в Сирии, в Ираке, в Йемене. То есть 10 лет назад для многих арабов израильских стало совершенно понятно, что на самом деле то, что они живут в Израиле, это их счастливый билет, потому что нигде в мире им так хорошо не живётся. Есть страны более богатые, например, Эмираты, ну сейчас уже не так, чтобы они сильно богаче Израиля, но там как бы уровень жизни высокий, но там нет никаких демократических свобод. А есть страны, в которых уровень жизни намного ниже, и более того, там вообще ценности человеческой жизни не существует. И вот вокруг нас Сирия, Ливан, Ирак — всё пылает и горит, все убивают всех, и только в Израиле они чувствуют себя нормальными людьми и живут нормально. И они это осознали. И тысячи арабских, израильских семей стали отправлять своих детей в еврейские школы, где преподавание на иврите. То есть как бы это был такой шаг к интеграции. И согласно исследованию университета Хайфа в 2013 году 90% арабской, израильской молодёжи тогда поддержали участие в национальной службе. То есть типа в армию как бы нет, но какую-то альтернативную национальную службу, то есть делать что-то хорошее как бы тоже для государства. Они уже были готовы. И более того, многие арабские израильтяне, особенно христиане, конечно, арабы, они начали добровольно пошли служить в армию обороны Израиля. На самом деле мусульмане тоже были так же. И вот сегодня заявление Халаби оно свидетельствует о том, что эта тенденция стремительно меняется. Как показывают недавние разоблачения Рама и всей деятельности этой партии, оказалось, что эта партия вовсе не является внутренней израильской версией соглашения Авраама. А это был старый трюк с волком в овечьей шкуре, что Рам и Хамас, и исламское движение — это всё части братьев мусульман и ничего другого. И в то время, как Хамас ведёт жёсткий джихад против Израиля, Аббас заявляет арабоязычным СМИ израильским, что он ведёт гражданский джихад против Израиля. То есть он как бы не убивает, но в общем, в том же направлении действует. И Аббас и его коллеги совершенно открыто теперь говорят, что они не хотят, чтобы израильтяне арабского происхождения признали свою израильскую идентичность. Напротив, они намерены использовать своё членство в коалиции правящей, чтобы получить контроль над израильским арабским сектором и превратить его в большой единый сепаратистский фронт, нацеленный на разрушение еврейской идентичности Израиля. То есть Хамас будет пытаться сокрушить Израиль снаружи, Арам будет пытаться сокрушить Израиль изнутри, и они даже уже не скрывают это. Они это говорят почти в открытую. И всё это возвращает нас к четырём часам, которые Аббас и Алихан провели с королем Абдалу буквально в начале недели. Попытки офиса Беннета и первоначально самого Аббаса преуменьшить значение встречи, представить её как такое скромное событие, были развеяны утренними заголовками варданских СМИ, которые, как я напомню, когда Беннет встречался с королем, они это просто проигнорировали. Типа, кто такой Беннет, чтобы мы вообще сообщали об этом. А здесь наоборот. Это отмечалось как событие чрезвычайно важное, как веха. В среду, то есть на следующий день после этой встречи, Аббас на мгновение отказался от позы невинного Игнёнка и сказал армейскому радио, израильскому, что в отличие от руководителей правительства, которому он якобы как бы служит, то есть он входит в правящую коалицию, он так как раз поддерживает план администрации Байдена по открытию консульства для палестинских арабов в Иерусалиме. То есть он даже уже не скрывает, что его задача разрушать Израиль изнутри. И вот здесь я снова процитирую Каролину Глик. За несколько дней пишет она в своей статье до того, как покинуть возглавляемый Иликудом правый блок и сформировать нынешнее правительство с лапидом и аббасом. Беннет, пишет Глик, признался ей, что он не знает, что делать с готовностью аббаса присоединиться к правящей коалиции. Но как он тогда выразился, стоит рассмотреть вариант работы с РАМ. Но сегодня, подчеркивает Глик, и в общем-то совершенно понятно, результаты уже налицо. Природа и намерения РАМа полностью раскрыты. И поэтому, конечно, можно было предположить, что если бы в нынешнем израильском правительстве оставались еще люди, у которых есть хоть капля, я даже не говорю о совести, а просто вот какого-то внутреннего сионистского ощущения и тревоги за будущее государства, они должны были бы сделать соответствующие выводы, пока не будет слишком поздно. Но, к сожалению, судя по всему, в этом правительстве ничего, кроме жажды власти, распиливания бюджета государственного и осмысленного желания разрушить Израиль со стороны левых кругов там нет. Поэтому, конечно, даже откровенные связи их партнеров по коалиции правящей с Хамасом не пугают. И то, что деньги израильских новоплательщиков теперь через рам пойдут просто Хамасу в газ, их тоже уже нисколько не останавливают и ради того, чтобы оставаться у власти не готовы на это идти. Это, конечно, это ужасно, это пугает очень. Я знаю, что мы должны сделать сейчас перерез. Давайте сделаем и потом, может быть, продолжим. Да, если у кого-то появятся вопросы, пожалуйста, 847-400-5200, но уже после того, как прослушаем рекламное объявление. Возвращаемся к беседе с Александром Непомничим. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте, наверное, попробуем принять первый звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте. Складывается такое впечатление, что демократы Америки и левые партии Израиля играют в международных соревнованиях по шашкам, только враги Америки и Израиля придерживаются правил шашек. И по-настоящему идут Америку и Израиль. А вот демократы и левые партии Израиля играют игру в подавки. Вот вы, в смысле, израильтяне разоблачили рамы Масура Аббаса, хотя о нем было еще известно всем задолго до его рождения. Вот. Скажите, пожалуйста, если это разоблачение зайдет далеко, в чем я сомневаюсь, и он же может развалить эту коалицию, кто из левых партий посмеет пойти против воли Обамы, ЕС, Путина и Айатова, который контролирует эту коалицию. Спасибо. Ну, как бы, не вдаваясь какие-то конспиративные оценки, кто там контролирует или не контролирует, проблема в том, что не только левые, которые, в общем-то, да, за, левые израильские партии не скрывают того, что они хотят разрушить еврейскую идентичность государства Израиль, превратить его в государство, так называемое государство всех его граждан, что в нашей ситуации означает превратить в халифа. Поэтому, в принципе, у израильских левых и у Мансура Аббаса одна цель. Проблема в том, что в нынешней коалиции ведь находятся по крайней мере две партии, если не считать Либермана, которые говорят о том, что они правые партии. Это партия Беннета и партия Сара. Но и эти партии тоже ради того, чтобы удержаться у власти, они тоже с этим примирились. И я бы сказал, что хуже того, что у этих партий, хотя их электорат как бы сильно поредел, раньше у них на двоих было 12 мандатов, сейчас, может быть, где-то порядка на двоих где-то 6-7, но всё ещё 6-7 правых, как бы людей, считающих себя правыми, израильтянами, большинство из них даже поселенцы, религиозные сионисты, они как бы совершенно спокойно к этому относятся, говорят, это всё чепуха, это всё ерунда, это всё сторонники Натаньяу нагнетают, на самом деле всё не так. Что не так, не очень понятно. Но факт остаётся фактом. Эти люди считают, что всё в порядке, ничего страшного не происходит. Поэтому проблема не в каких-то мифических рептилоидах, которые контролируют наших хлебов, а в том, что всё ещё в Израиле, и то же самое у вас в Америке, избиратели, значительная часть избирателей, израильских, американских, хотят, как бы, по сути дела, поддерживают разгром уничтожения наших государств. Добрый день, пожалуйста, Добрый день, Сергей, добрый день, Александр. Александр, мои соболезнования, то, что я читал на Фейсбуке, вы писали о вашем друге Марке, который умер на этой неделе. Если можете, расскажите буквально, я понимаю, мы были бы не рассказывать целый день, действительно, кто он, что он, просто вы очень так писали от сердца, от души, пожалуйста. А второй вопрос такой, я не знаю, может, я путаю, тот камень, который вы говорили, с которого Мухаммед поднялся на небо, это не тот же камень, на котором Авраам хотел сакрафизм своего сына? Ответьте мне, может, я путаю с чем-то, но то, что я читал, помню, несколько лет назад. Спасибо, еще раз, мои соболезнования. Спасибо вам. Спасибо. Александр, прежде чем вы ответите, я хочу напомнить, что Марк Радузский однажды был в нашем эфире, я связался с ним, пригласил его в эфир, и мы целый час с ним беседовали в нашем эфире. Действительно человек очень замечательный, удивительный человек. Марк Радузский это действительно израильтянин, который вот, он скачался на этой неделе, человек, который приехал в Израиль 30 лет назад, он был врачом по специальности, он работал много лет именно как врач, и многие знали его именно как врача, который спас, вылечил многих людей, может, и даже спас жизнь, но многие, гораздо больше людей в Израиле знали его как очень яркого, очень сильного публициста израильского и активиста. Марк, счет лет 20 назад, даже больше, он начал писать в газете «Вести», когда еще газета «Вести» в Израиле, это была русскоязычная, сильная, правая израильская, русскоязычная газета, которая, в общем-то, формировала мнение, сионистское мнение израильтян. сегодня она полностью выразилась в сайт, который поет «Осану Либерману», но тогда там была другая сообщенная редакция, другие люди, и вот Марк Радуцкий писал там, и, в общем-то, именно тогда я с ним познакомился заочно, я читал его статьи, и многие вещи были для меня откровением. Вообще, надо сказать, что очень многие люди, говоря о Марке, говорят, что вот как бы он начинал что-то говорить, у него было очень нестандартное мышление, очень яркое, очень, может быть, иногда жесткое, но вещи, которые он любил называть вещи своими именами, то, что в наше политкорректное время часто, так сказать, многие стесняются, и он говорил об этом ясно и четко, и многие, так сказать, пережив некоторые оторы, начинали понимать, что, в общем-то, он был прав. И он был, конечно, один из самых сильных израильских правых русскоязычных идеологов. И особенно в сегодняшнее время, конечно, его короткие, может быть, немножко резкие, но в то же время очень ясные посты, они многим людям объясняли ситуацию проще и быстрее, чем долгие, длинные разборы, статьи там какие-то нудные. Ну, а кроме того, конечно, Марка, я знал, мы с женой, с Аленой, знали его очень близко как очень хорошего человека, как просто человека по жизни и близкого друга, очень мужественного человека, очень сильного человека. И, конечно, его смерть стала для нас очень серьезным ударом. Да, и, как говорят, в Израиле это будет память его благословенная и язык оборудования. Что касается вашего второго вопроса, понимаете, в том-то и дело, что вокруг храмовой горы мусульмане, братья мусульмане и их сторонники накладили такое количество бреда и вранья и ужи, что действительно вы сами путаете, вот вы как бы сказали, действительно, разве краеугольный камень, который является центром мира с точки зрения еврейской традиции и христианской традиции тоже, с которой по еврейской традиции началось создание мира, с того камня, на котором Аврам как бы чуть не принес жертву Ицхака и так далее, разве он не связан с тем камнем, с которого стартовал Мухаммед на небо, чтобы получить эти важные инструкции по поводу того, что он последний и главный пророк? Конечно же, нет. То есть в еврейской и христианской, соответственно, традиции храмовая гора и краеугольный камень, находящийся под куполом на скале, сегодня под золотым куполом в центре храмовой горы, в то место, которое было в еврейском храме Святая Святых, это действительно начало мира, начало творения мира и самое главное место на земле. Но у мусульман не упоминается ни храмовая гора, ни краеугольный камень в Коране, ни Иерусалим. Вообще не упоминается никак. И для того, чтобы привязать с политической, как мы говорили, соображений Иерусалим к исламу, они взяли место в Коране, где упоминается Эль-Акса, крайняя мечеть, имеется в виду Эль-Акса, крайняя мечеть, которая по контексту совершенно ясна, что она находится где-то между Меккой и Мединой. Но её перенесли, поскольку там нет написания ни конкретных координат, не указанных, GPS, то они перенесли и сказали «Это Иерусалим и был». И вот отсюда начинается вот эта самая фальсификация о том, что Мухаммед спал и во сне он перенёсся в Иерусалим. То есть он был между Меккой и Мединой по дороге из одного города в другой, и вот он перенёсся почему-то в Иерусалим. И отсюда он стартовал на небо, там ему всё это было сообщено, и поэтому это важное место для мусульман. Как я уже сказал, это враньё. Это, так сказать, если не говорить враньё, а сказать немножко мягче. Это существует толкование в исламе, которое привязывают Эль-Аксу к Иерусалиму. Эти толкования как бы имеют своих критиков внутри ислама. И эти толкования обычно поднимаются на поверхность, когда нужно с политических соображений потребовать Иерусалим для мусульман. А когда он и так в руках мусульман, то его забывают. Не случайно, ведь в Иерусалиме всегда было еврейское большинство и было много христиан, но мусульмане к нему не относились к каким-то беететам. До 1948 года и вообще до начала XX века Иерусалим был ненужным мусульманам, неинтересен мусульманам. Там был турецкий гарнизон, потому что была часть Турецкой империи. Там было 40 с чем-то видов христианских конфессий представлено, но большинство населения были евреи, потому что евреям это действительно было важно. У христиан-то он как бы Иерусалим небесный больше. А мусульманам он был совсем не нужен. Поэтому да, то, что вы где-то читали или видели, это фейк. То, что сегодня говорили. Следующий звонок, добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Александр, у меня как бы два вопроса. Первый это неужели вот среди этих правых так называемых партий нельзя найти одного-двух порядочных депутатов, которых как бы убедить, объяснить, что вся эта деятельность этого нового правительства разрушает страну, в которой потом евреям жить будет невозможно. Так же, как в других арабских странах. чтобы они вышли из правительства и наконец оно прекратило свое существование. А второй, можно ли что-либо сделать уже при этом лебом правительстве. Спасибо большое. Да, вы знаете, вот ваш вопрос первый, он очень как бы действительно, вы сказали, можно ли найти хоть одного порядочного черта. Вот факт, что нельзя, не получается. И по сути дела оппозиция и Натаньяо как глава оппозиции тем и занимаются, что пытаются развалить коалицию, развалить это правительство. Это собственно как бы задача оппозиции. То есть это в рамках демократического процесса они пытаются развалить это правительство и найти хотя бы одного. Действительно, нужен только один. Их 61, достаточно одного вытащить, и все это развалится, как карточный домик. Но в партии Сара и в партии Беннета, ну уж не говоря уже о партии Ливермана, где все подчиняются главному боссу и не смеют даже хрыпнуть без его разрешения. И у Сары, и у Беннета, как видно, они очень, они заранее шли к этому. Они очень четко подготовили свои списки. Там действительно нет ни одного порядочного человека. Ни одного человека, который готов сейчас сказать, это действительно, я ошибся, это кошмар, что происходит. Деньги Израиля идут в Хамасу. Снова поднимаются вопросы создания арабского государства в Иудеи и Самарии. Арабы захватывают не только Иудею и Самарию, но Галилею и Негет. Экономическая страна, так сказать, бюджет принятый государственный бюджет просто кошмарен. И ради сохранения еврейского характера государства я должен пойти, так сказать, на это и бросить эту коалицию. Нет, таких не находится. Более того, я вам скажу, недавно просочилась пресса, что Натаньял лично или через кого-то встречался с одним из каких-то там заднескамеечников партии Ямина, Йомтов Кальфон такой. Понимаете, там же они все, как бы, все, все, кто вошли в коалицию, они раздали другу министерские посты и вышли из Кнессета и зашли следующие. То есть теперь в Кнессете толкутся только какие-то вообще заднескамеечники, которые в таких маленьких партиях вообще бы никогда никуда не попали. Потому что все первые места, они все там придумали себе разные синякуры в правительстве. И они уже не депутаты парламента, а члены правительства. Правительство раздуто до невероятных пределов. Даже смешной момент. Лапид когда-то, будучи в оппозиции, выступал за раздутые правительства, за такие политические назначения. И у него в программе партии это было записано, а сейчас они выморали, поменяли себе устав партии и выморали этот параграф, потому что смешно, потому что они сами воспользовались этим на стероидах, то есть гораздо больше, чем предыдущие правительствовали. Так вот, встречаются представители никуда с емтов к альфонам и пытался ему что-то объяснить. И когда не смог, он ему сказал, вы знаете, эта фраза приписывается Натаниалу, Натаниалу сказал, у религиозных сионистов огромное, типа большое и доброе сердце и очень маленький мозг. То есть, увы, 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 оказывается, что в этой коалиции нет пока ни одного человека, который действительно устыдился бы того, что происходило. Может быть, по мере того, как будет накапливаться весь этот кошмар, кто-нибудь найдётся и решит собирать, так сказать, обратно, чтобы перепрыгнуть и сохранить свою политическую карьеру. Но пока же таких людей не нашлось. Что можно делать? Ну вот, Ликут и Натаниалу пытаются как-то, так сказать, нащупать славовые места и каким-то образом обрушить эту коалицию. И говорят совершенно открыто, что наша задача сейчас самое главное, единственное, это правительство как можно быстрее свалить, потому что оно несёт нам такое количество неприятностей, что мы потом годами не сумеем расклипать. Но пока им не удаётся. Историй Зонок, добрый день. Добрый день, спасибо за вашу передачу. Вот вы говорите развалить коалицию. Но, по-моему, очень просто это сделать. Если бы, как раз, на Киньяху обратил внимание, она Либермана. И, по сути дела, он корруппированный политик, которого все его подчиненные сидят. То есть, можно же как-то поднять эти дела, доказать, что это всё исходило с него, что он коррумпирован и недостоин быть в правительстве. Это первый вопрос мой. И ваше мнение по этому поводу. Он не занимается до конца. Если все его подчиненные сидят, так он тоже в этом виноват. это вполне доказатель. Лишите его мандатство. Это было бы развалить. Это всё. Это первое. Второе. Мамон, я смотрю, допустим, все государства вокруг Израиля. Если что-то не так, они рубят голову, как говорят. Египтяне, они не смотрят на всех, а те, которые там террористы, они просто отрубают голову. Израильтяне играются с этим. Почему нет, не используются законами Израиля. Или сказать, если ты нарушил израильский закон, всё, мы тебя лишаем гражданства и вон страны, это получится пример к тому, в общем, следующие не будут так поступать. А мы играемся в демократии. Вот и заиграемся, я почувствую так, что сами израильтяне будут бояться служить в своем государстве. Эти, пожалуйста. Спасибо. По поводу ступного, вы ожидаете, что правительство, в котором заседают представители Хамаса, фактически братья-мусульман, что они предложат и введут какие-то жесткие меры против террористов, как раз всё наоборот. Что касается Либермана, вы совершенно правы. 17 ближайших помощников Либермана сидят в Израиле или, так сказать, в отношении них развернуты дела. И речь идёт не о том, что они там где-то перешли дорогу в недоложенном месте или убили старушку. Нет, речь идёт о том, что они воровали государственные деньги, воровали, как они сами говорят, для партии. А партия Либермана действительно партия одного человека. Как я уже сказал, там никто даже не хрюкнет без его разрешения. Поэтому всем, всем, включая прокуратуру и все руководящие уровни и СМИ, всем понятно, что когда, что всё это только стрелочники, что все ниточки ведут к самому Либерману. Но именно поэтому Либерманы находятся в этой коалиции. Потому что если только бы он как-то попытался брыкнуться, то сразу же бы в прокуратуре стали этим 17 людям, которые частично сидят, частично под судом, задали главный вопрос. А кто вам приказал воровать эти деньги или украсть эти деньги? И когда они ответят на этот вопрос, если, так сказать, ответят, то Либерман пойдёт под суд быстро и без разговора. Но до тех пор, пока прокуратура не задаёт этот вопрос, он как бы выходит сухим из воды, садятся его помощники, а прокуратура не задавая этот вопрос, так сказать, смотрит на него, и он всё понимает и сидит в этом левом правительстве и помогает ему удерживаться. Не то, что может быть он и сам, как бы, может ему саму приятно, но в целом как бы он полностью поменял свою позицию. Раньше он был израильским правым политиком, сегодня он главный, так сказать, фактически персонаж в этом левом правительстве, антиизраильском, откровенно, откровенно выступает против поселений, против еврейского характера государства. Вот недавно было голосование, значит, нужно было узаконить и присоединить к электрической сети государственной молодые еврейские посёлки, как бы не получившие разрешения, и бедуинские, арабские посёлки, не получившие разрешения. Так вот, бедуинские, арабские посёлки проголосовали, их присоединили к электричеству, их как бы узаконили, а еврейские нет. И вся коалиция, включая всех этих псевдоправых защитников поселений, и людей Беннета, людей Сары, беде леперман они голосовали вместе с левыми и с мансуром аббасом против ликуда эти израиль еврейские молодые посылки подбыкали законными не были признаны в отличие от бедуистских поселков поэтому что уж тут говорить о каких-то наказаниях террористов когда террористы у нас александр огромное спасибо как всегда очень интересные до встречи в следующий раз доброго